Война. День 281. Ситуация на фронтах. Пока Путин рассказывает, как замерзает Европа, без тепла и горячей воды остались сами россияне. На отсутствие отопления жалуются десятки тысяч жителей городов и сёл Дальнего Востока, Сибири и Урала. Более того, об этом уже не удаётся скрывать даже российским СМИ. И нет, это не ответные удары Украины, это просто россиянам больше нравится, когда их деньги идут на уничтожение соседней страны, чем благополучие своей. В воздух. Появились спутниковые снимки компании Максар с авиабазой в Энгельсе, на которых видна активная подготовка бомбардировщиков к массированному ракетному удару. Самолёты Ту-95 и Ту-160 находятся в боеготовности. Также на кадрах видны топливозаправщики, ящики с боеприпсами и тележки для транспортировки крылатых ракет Х-101 и Х-55. Восток. За ноябрь ситуация на направлении Сватова-Кременная значительно не изменилась. Отметить можно лишь незначительное продвижение ЗСУ ближе к трассе Р-66 и освобождении нескольких сёл. Сейчас бои идут в районе Новосельского и Стельмаховки. На правом берегу Северского Донца ситуация схожа, но тут уже незначительное продвижение у российских войск ближе к Бахмуту, хотя интенсивность боёв тут сильно выше. Тем не менее, за месяц продвижения составляют лишь несколько километров, а бои уже который месяц ведутся за Спорное, Белогоровку на трассе Т-1302, Яковлевку, Бахмутское и Опытное. Российским войскам так и не удалось даже зайти в Бахмут, хотя бои за его подступы идут уже который месяц. Сообщается, что российские войска окружили украинские войска в Кордюмовке. Позднее защитникам удалось прорваться к ближайшим украинским позициям. Но россиянам удалось взять населённый пункт под свой контроль. Несмотря на продвижение на этом направлении, в тылу россияне обустраивают линию обороны, вероятно ожидая контратаки украинских войск. В районе Авдеевки, пожалуй, единственным успехом у россиян за месяц стал захват Опытного возле Донецкого аэропорта. Также можно отметить незначительное продвижение в Первомайском. За Мариинку продолжаются бои, а на южном фланге россиянам за месяц удалось занять примерно пыльну села Павловка, заплатив за это потери как минимум 900 морпехов из 155-й бригады. В целом же, если оценивать изменения на востоке за месяц, то на отдалении они практически незаметны и носят тактический характер. На севере немного продвинулись ЗСУ, а южнее россияне. И юг. Наиболее знаменательным событием в ноябре произошли на правом берегу Днепра. Тут украинским войскам наконец удалось выдавить россиян путем непрерывного обстрела логистических маршрутов и баз. За месяц удалось освободить 3850 км квадратных территорий. И главное, это Херсон, крупный город и единственный областной центр, захвачен Россией в ходе широкомасштабной войны, которой она даже успела якобы присоединить к себе навсегда. Навсегда в русском языке оказалось чуть больше месяца. Россияне продолжают обстреливать Херсон и правобережье Днепра, убивая там мирных жителей. Недавно было опубликовано видео, по которому было выявлено, что штурмовики Су-25 переброшены с Чанкоя под Симферополь. Вероятно, это сделано из-за опасения досягаемости украинских средств поражения. Спасибо за просмотр, буду благодарен поддержке видео лайками, комментариями, подпиской. И огромное спасибо всем, кто поддерживает канал Финансово.